Шесть грузовиков и три легковушки столкнулись на федеральной трассе под Ангарском. Свою роль в массовом ДТП сыграла большая скорость. По предварительным данным, 23-летний водитель самосвала врезался впереди идущего собрата. А дальше по цепочке произошел столкновение еще семи автомобилей. Водитель первого большегруза госпитализирован. Остальные участники аварии отделались испугом. На трассе образовался затор, ведь одну полосу движения пришлось перекрыть. На месте работали инспекторы ДПС. Как обычно, мы встречаемся с вами в это время, чтобы обсудить все последние новости Иркутской области. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Центральные темы этого выпуска обозначат мои коллеги в коротких анонсах. Вода прибывает. Режим повышенной готовности вводят в Шелиховском районе из-за возможных подтоплений. Через минуту вся последняя информация об уровне реки Иркут. В Иркутском микрорайоне Приморский после каждого дождя топят тротуары. Все из-за того, что при ремонте дороги здесь не предусмотрели ливневый сток. Почему так вышло и есть ли решение этой проблемы? Выясняем в выпуске. Выясняли три дня, где находится 15-летняя девочка полицейские. Школьница пропала в Иркутске, когда выносила мусор. При каких обстоятельствах исчез ребенок и где она была? Расскажем в программе. В конце программы вас ждут любопытные новости. В рубрике повесточки узнаете, каким Иркутск видит нейросеть, как ангарчанке удается выращивать южные фрукты и зачем на Камчатке люди поливали белух водой. И теперь о событиях дня подробнее. Режим повышенной готовности в связи с возможными подтоплениями ввели в Шелиховском районе. Причина – резкий подъем уровня реки Иркут. С чем это связано и какая сейчас обстановка в поселениях, расскажет Дарья Ивазова. По одну сторону ограждения – детский лагерь, по другую – стремительно прибывающая вода. Уровень реки Иркут поднимается в Шелиховском районе. В одном из летних лагерей ребята собрали вещи на случай эвакуации. К разным вариантам развития событий готовятся и в поселениях. Пока еще у нас нет угрозы подтопления, но мы видим, что Иркут медленно, наверное, прибывает. Такой волны уже резкой нет, но примерно в час по 10 сантиметров прибывает. У нас в связи с этим по всему Шелиховскому району поехали машины с громкоговорителями, в том числе и полицию мы привлекли, специальные службы, говорим о спасательном формировании и так далее, оповещают жителей. Повещают, прежде всего, там, где у нас именно в низинах располагаются жилые дома и садоводство в том числе. Уровень воды в Иркуте начал повышаться еще 16 августа вечером. Причиной стали дожди, которые прошли в Бурятии. По данным гидрологов, из-за обильных осадков уровень реки Зум-Мурен – это один из притоков Иркута – поднялся сразу на 222 сантиметра. Вслед за притоком вода начала прибывать и в Иркуте на 120-180 сантиметров. В итоге в районе Баклашей уровень реки может подняться до 470-520 сантиметров при критической отметке в 480. Уже проведено заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального образования. Принято решение о введении переводов органов управления и сил в режим повышенной готовности. Основная задача в настоящее время – это отслеживание гидрологической обстановки в населенных пунктах Шелиховского района, которые расположены вдоль водных объектов и при необходимости принятия экстренных мер по оповещению, информированию, оповещению населения и оказанию содействия в проведении аукционных мероприятий. Впрочем, возможно, эвакуация и не понадобится. Дожди над рекой Зум-Мурен уже закончились, а на Иркуте в районе села Тибильти в Бурятии уже отмечают небольшой спад воды. Однако экстренные службы продолжают следить за ситуацией. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Дожди не только влияют на уровень рек, но и порой создают новые стихийные водоемы. Так произошло в одном из микрорайонов Иркутска. Там во время работ при расширении и реконструкции дороги перекрыли ливневую канализацию. Из-за этого дождевая вода со всего микрорайона теперь стекается к остановке общественного транспорта. Поэтому порой ждать автобусы и троллейбусы людям приходится в некомфортных условиях. Наша съемочная группа побывала на месте и пообщалась с жителями. Вода вот здесь вот протекает, вот она здесь переполняет, все течет. Здесь вот получился прямо бассейн. Бассейны в микрорайоне Приморский Иркутска появились этим летом. Но местные жители им не рады, ведь растекается вода после осадков по тротуарам и газонам. Из-за этого люди не могут даже подойти к остановке. Приходится обходить стихийные озера. Сюда дождевая вода стекает со всего микрорайона, так как участок находится в низине. Страдают не только пешеходы. Проблемы возникают и у жителей рядом расположенного дома. Нет возможности подойти к остановке. И здесь будет постоянно вода. И люди будут травмироваться в зимний период, когда начнет подмерзать. Это насущная проблема. И когда вода скапливается, она затапливает подвал 12 дома. До начала лета ливневый исток здесь работал исправно. И такой проблемы не возникало. Талая и дождевая вода по желобу стекала вниз к дороге и дальше по трубе к ливневой канализации. Но этим летом участок дороги на улице Академической реконструировали и расширяли. Трубу, по которой стекала дождевая вода, убрали. Поэтому теперь она скапливается здесь. Местные жители обратились в мэрию. Проблему обсудили на совещании в комитете городского обустройства. А сегодня его представители и компании подрядчика приехали на встречу с жителями. Проблема у нас в том, что проектом, когда делался проект, не предусмотрели отвод ливневых вод с территории двора. После собрания в КГО было принято решение, что здесь в тротуаре пробурится небольшая скважина, поставится V-образный лоток с решеткой и вода вся будет уходить в ливневую канализацию, которая уже установлена ранее. Но заработает ливневая канализация после того, как закончатся основные работы на дороге. Там нужно уложить еще новое асфальтовое покрытие. Затем специалисты сделают водоотводную трубу. Жителям пообещали завершить эти работы к сентябрю. А пока людям приходится обходить внезапно возникающие дождевые озера. Анна Ищенко, Иван Волобуев. Новости по будням. Дождь не мог остановить полицейских и волонтеров. За ходом поисков 15-летней девочки в Иркутске жители региона следили три дня. И вот, наконец, известен финал этой истории. Школьницу нашли живой и здоровой вечером 17 августа. Напомним, информация о пропаже девочки появилась 15 августа. Днем 14 числа она пошла выносить мусор из дома и исчезла. Попытки родителей найти дочь самостоятельно не увенчались успехом, и они обратились в полицию. О местонахождении школьницы ничего не было известно. К поискам подключились также волонтеры. Всего более 300 человек обходили улицы города и даже лес. Удалось найти 15-летнюю девочку правоохранителем около гаражей на улице Сеченова к вечеру 17 августа. С ней все хорошо, она жива и здорова. Она пояснила, что все эти дни просто гуляла. Известно, что школьница живет в полной многодетной семье, которая в списках неблагополучных не числится. Она рассказала, что все это время гуляла по городу, а на ночь оставалась в заброшенных зданиях. В настоящий момент ее доставляют в отдел полиции, чтобы передать законным представителям. Полицейским предстоит выяснить причины поступка девушки. Были осмотрены улицы, торговые центры. До трех часов ночи катались экипажи, осматривали мосты. Приближающую территорию это Приморский, это Юбилейный и Мельничный тракт. Было распространено более ста ориентировок девочки. И уже на утро были хоть какие-то сведения о похожих девочках, которых видели ночью, в день пропажи. Было осмотрено более 25 видеокамер. Хорошо, что эта история закончилась благополучно. Всего с начала года в Прибайкалье в списке пропавших попали более 500 детей. И только одного ребенка до сих пор не удалось найти. Еще один подросток, но уже в Тайшетском районе, стал виновником ДТП. Он сел за руль отцовского мотоцикла, причем с разрешения родителя, и сбил 50-летнюю женщину. Она шла по краю дороги. С места аварии 15-летний мальчик уехал, а пострадавшей потребовалась помощь медиков. Позже полицейские вышли на подростка. Его родители привлекли к ответственности. ДТП может произойти из-за неисправности машин. А еще этот фактор влияет на качество воздуха, которым мы дышим. Поэтому в Иркутске регулярно проходят рейды по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей. С начала года уже прошло 8 таких проверок. И специалисты выявили 38 технически неисправных машин. В рейдах участвуют сотрудники мэрии, ГИБДД и даже юные экоактивисты. Они просят водителей погазовать, чтобы определить уровень токсичности и дымности выхлопов с помощью специальных приборов. Это дымометр и газоанализатор. Владельцев тех машин, что в прямом смысле портят воздух в городе, наказывают рублем. Штраф небольшой, всего 500 рублей, но заставляет водителей задуматься о состоянии своего транспорта. Такие рейды проходят в Иркутске уже 19 лет. И за последние 10 лет наблюдаются позитивные изменения. Раньше около 60-70% машин были неисправны в части превышения загрязняющих веществ в выхлопных газах, то сейчас эта цифра составляет 20%. Чтобы машина работала исправно, ее нужно вовремя обслуживать. Некоторым жителям при Байкале это сейчас не по карману, ведь цены на такие услуги растут. Дороже даже стало заправлять автомобиль и содержать его в чистоте. Мойка легковушек в Иркутской области подорожала на 3% за последний месяц. Но что еще и как изменились цены в регионе, расскажем далее. Стабильно растут цены в Иркутской области. Стоимость продуктов, товаров и услуг в июле выросла более чем на 4% по сравнению с прошлым годом. Но есть и хорошие новости. Сезонные овощи значительно подешевели. Огурцы в два раза, помидоры на 18%. Но другие овощи, а также фрукты, неприятно удивили покупателей ценой. Капуста и картофель стали лидерами роста стоимости среди продуктов с начала года. Они подорожали в два раза. Лимонные яблоки на 11%. В целом, минимальный набор продуктов стал дороже, более чем на 5%. На него у жителей региона в среднем уходит 6,5 тысяч рублей. Такие данные приводит Иркутск стад. Не перестают расти цены и на топливо, в том числе на самые популярные марки бензина 92 и 95. Изменилась со знаком плюс стоимость бытовой техники и электроники. Традиционно к этому времени повышаются цены на школьные товары. Путешественникам из Прибайкалья в июле пришлось также больше потратить денег. Подорожали туристические путевки, авиабилеты и размещение в гостиницах. Алектина Пысина, Юлия Шинкарюк. Новости по будням. Почти 13 тысяч рублей. Столько сейчас требуется, чтобы собрать в школу одного юного жителя Иркутска. Такие данные приводит портал Суперджоп по результатам опроса родителей. По России, это не самый высокий и не самый низкий результат. Так москвичам и петербуржцам сборы ребенка обойдутся на тысячу две дороже, а жителям Уфы, Воронежа и Волгограда на тысячу-полторы дешевле. И пока родители готовят к учебному году детей, сами школы также приводят в порядок. Как проверяют готовность образовательных учреждений к занятиям, покажем далее. Пока что здесь ни разметки, ни спортинвентаря. Но уже к первому сентября пространство перед этой гимназией в Ангарске внутри здания преобразится. Здесь появятся площадки для игр волейбола, баскетбол, а также беговые дорожки. Нам необходимо для детей первых и вторых классов в здании маленькой школы оборудованы спортивные площадки для проведения уроков физкультуры, а также внеурочных занятий, также просто занятий во время группы продленного дня. Конкурс этот выиграли, мы были безмерно рады, потому что сумма разыгрывалась достаточно приличная. Вот на сегодняшний день это около миллиона семьсот и ожидаем, что наш подрядчик к первому сентября закончит этот проект. Кроме того, на территории другого учебного заведения также по нацпроекту реставрируют лыжную базу. И пусть работы еще идут, по школьным коридорам уже ходит специальная комиссия. Она проверяет готовность образовательных учреждений к новому учебному году, а именно состояние классов, медкабинетов, столовой, спортзала. Однако обращают внимание не только на саму школу, но и на то, как дети добираются на занятия. У нас организованы пути движений детей к образовательному учреждению. Если возникают какие-то проблемы, мы уже обсуждаем, то есть как это можно все-таки решить, чтобы дети наши до школ, до детских садов добирались безопасно. В целом у нас по образовательным учреждениям, конечно же, работа ведется очень даже хорошо. Если есть какие-то небольшие рекомендации, мы, конечно же, вносим, директора нас слышат и относятся к этому с пониманием. Подобные проверки сейчас проходят во всех учебных заведениях Иркутской области. Состав комиссий может отличаться в разных муниципалитетах. Однако, как правило, в нее входят представители ГИБДД и полиции, родительского контроля и профсоюза, инженеры и представители отделов образования. А во время учебного года профилактические визиты в школы нанесут сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Все это для того, чтобы образовательная среда была безопасной и комфортной для детей. Юлия Шинкарюк, Дарья Эльвазова, Новости по будням. Детям нужны лучшие педагоги. И такие в Иркутской области есть. Учитель истории и общества знания Мамаканской средней школы Илья Гранин вышел в полуфинал всероссийского телепроекта «Классная тема». Это конкурс, в котором работники образовательных учреждений соревнуются в своем мастерстве. Пожелаем нашему земляку удачи. Неудача, а мастерство и вдохновение необходимы для создания картин. Юные художники Иркутской области приняли участие в социальном проекте «В каждом рисунке солнца». Их рисунки теперь поднимают настроение пациентам медучреждений. Работы юных мастеров побывали на многочисленных выставках, а после картины получили место постоянной прописки в больницах и поликлиниках Иркутской области. Всего по региону развезли более 500 рисунков учеников художественных школ при Байкале. На произведениях изображены исторические и архитектурные объекты нашего региона, мимо которых некоторые люди ходят регулярно, но не замечают красоты зданий. Найти уникальную деталь и передать ее на холсте – один из главных критериев проекта. Но куда важнее, что теперь все эти картины станут не только объектами всеобщего внимания, но и будут поднимать пациентам медучреждений настроение. Работы были такие чудесные, и было абсолютно жалко, и, наверное, очень неправильно, чтобы они оставались в запасниках школы и были где-то у родителей на квартирах. Эти работы несли настолько в себе заряд добра, заряд света, что нужно было, чтобы эти работы увидели все. В душе у каждого у нас есть сопереживание, сопричастность к чужой беде. Вот люди, которые находятся в больнице на излечении, они нужны в поддержке. Нуждаются не просто в поддержке, а в хорошем настроении сотрудники одной из фирм в Иркутске. Поэтому компания ищет нового работника. Мемолога – это человек, который будет смешить коллег. Такого бы сотрудника в каждый коллектив, но это не единственная любопытная вакансия в Прибайкалье. Подборкой самых необычных предложений о работе поделились аналитики сервиса «Хэхэру». Для сладкоежек есть отличный вариант. Одна из компаний ищет шоколатье. Работать будет, наверное, на удовольствие. В Иркутске также требуется шахматный судья. Он будет решать исход интеллектуальных поединков, решать организационные вопросы и заниматься подготовкой помещений к проведению соревнований. Кто ищет работу вне душных стен офиса, может понравиться другая вакансия. Предприятие наймет егеря. Ему придется обеспечивать безопасность сотрудников при работе в полевых условиях. Впереди еще много интересного. Мы расскажем о достижениях спортсменов Иркутской области. А после вы узнаете, кто смог доказать, что виноградники в Сибири – это реально, и как из цветов можно создать огромные картины. Все это и не только сразу после короткой рекламы. Жаркие спортивные баталии разгораются не только среди профессиональных клубов, но даже среди сотрудников различных министерств. Так, в Иркутской области состоялась спартакиада для работников органов государственной власти. В состязаниях приняли участие 15 коллективов. А лучшей стала команда Минлеса Прибайкалья. О других спортивных достижениях наших земляков и предстоящих состязаниях узнаете прямо сейчас. Игроки футбольного клуба Иркутск отправляются в самый западный город России. 19 августа наша команда сыграет в Калининграде в рамках очередного тура второй лиги дивизиона «Б». Соперник – местный коллектив «Балтика БФУ», который на данный момент занимает 5 место в турнирной таблице. Иркутск расположился на седьмой строчке, однако обе команды успели набрать за 4 матча по 8 очков. Очередные знаки отличия достались жителям Северо-Иркутской области. В Братске прошло тестирование по выполнению испытаний Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На этот раз принять в нем участие осмелились люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В итоге призов удостоились более 40 человек. Ну а Иркутск готовится впервые принять федеральные соревнования по тенницу. 21 августа в столице Прибайкалья состоится первенство Сибири среди юниоров и юниорок до 19 лет. Ожидается, что в наш город приедут сильнейшие спортсмены из Омской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края. В сборную нашего региона войдут уроженцы Иркутска, Братска и Шелихова. Оливтина Пыстина, Данил Седов. Новости по будням. Еще один крупный турнир уже стартовал в Иркутске. Речь идет о первом этапе Кубка России по хоккею с мячом. Семь команд-участниц уже провели первые игры, в том числе и Байкал Энергия. Кто стал соперником нашей команды в стартовом поединке и удалось ли одержать верх белосиним, знает Данил Седов. Этого момента болельщики Байкал Энергии ждали все лето. В Иркутске стартовал первый этап Кубка России по хоккею с мячом. Семь лучших команд страны приехали в столицу Прибайкалья, чтобы выявить сильнейших. Белосинии начали свой путь по турниру с игры против коллектива из Первого Уральска. На этот матч и на соревнования в целом у фанатов большие надежды. Начало сезона в августе, это прекрасно. Ожиданиями того, что все-таки команда с таким составом игроков все-таки доберется до призовых мест. Будем надеяться на это. Принять в Иркутске престижный всероссийский турнир помогла компания N+, которая давно и активно содействует развитию и популяризации бенди в регионе. Спортивное направление одно из ключевых в социальной политике энергохолдинга, как это и обозначил еще его основатель Олег Дерипаско. А первая игра Кубка России оправдала все надежды фанатов Байкал Энергии. Уже на третьей минуте Артем Бондаренко открыл счет. Под занавес первого тайма отличился новичок Байкал Энергии Евгений Филиппов. Молодой человек перебрался в Иркутск из Москвы и первое, на что обратил внимание, это поведение болельщиков на трибунах. Болельщики всегда гонят вперед, они придают сил, окрыляют. Поэтому чем больше народу и чем громче они кричат, тем лучше. Евгений Филиппов один из семи новичков белосиних. Трое хоккеистов приехали в Иркутск из других клубов Суперлиги. Еще четверо перешли из молодежной команды Байкал Энергии. Для клуба очень важно давать шанс местным ребятам развиваться в родном регионе. В этом сезоне в команде появились не только новые игроки, но и тренерский штаб, который сразу обозначил задачи на Кубок России. Это значит, что нам все выигрывать. По идее, конечно, нам хочется в каждой игре выиграть пока, скажем так. А задачи как можно лучше сыграть, попасть в финал. Первый шаг на пути к финалу уже сделан. Байкал Энергия обыграла команду СКА «Уральский трубник» со счетом 8-3. Впереди еще пять соперников. Из Абакана, Хабаровска, Кемерово, Красноярска и Новосибирска. Кубок России в столице Иркутской области продлится до 23 августа. Данил Седов, Иван Волобуев. Новости по будням. Отправились в путешествие медвежата из питомника К-9. Чтобы оказаться в привычной для них среде обитания, они проделали долгий путь из Иркутска на север региона. Там их выпустили в тайгу. В питомнике малыши оказались больше полугода назад. Двоих из них полуживыми нашла семейная пара в Чунском районе и передала в К-9. Еще одного медвежонка нашли в Иркутске, прикованным цепью к забору. Все трое перезимовали на базе питомника в Берлогах. Сейчас их выпустили в глухую тайгу вдали от людей, где они успеют нагулять жир перед зимовкой. Но это не все позитивные новости. Остальные ждут вас в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Посещать новые кафе, ходить другими маршрутами, читать непривычные для себя книги. Если хоть чуть-чуть изменить, обыденные вещи можно открыть для себя что-нибудь удивительное. Не верите, докажем прямо сейчас. В Иркутске создали два короткометражных фильма, в которых нейросеть рассказывает о городе. Эти видео посвящены не только истории столицы Прибайкалья, но и рассказывают о социально-экономическом развитии города, его научном потенциале, а также об отраслях промышленности. Ролики уже презентовали на экономическом форуме и туристической выставке. Зрители остались под впечатлением. Ведь это необычный взгляд на родной город. Не только огурцы и помидоры можно вырастить в Сибири. Это уже более 10 лет, доказывает ангарчанка. Ольга Бездетко на приусадебном участке выращивает яблони и виноград. Сегодня в ее коллекции насчитывается 10 сортов винограда и 16 сортов яблок. Причем южные культуры садовницу умудряются вырастить и в теплице, и в открытом грунте. И при этом урожайность не страдает. Так с одного куста яблони алтайских багряных женщина 40 килограммов фруктов. Очевидцы на Камчатке не прошли мимо стая белух, которых выбросила на берег. Киты оказались на побережье из-за отлива. Местные жители не смогли оттащить тяжелых морских обитателей в воду. Тогда неравнодушные люди решили поливать белух водой и кормили их рыбой в течение нескольких часов. Но когда пришел следующий прилив, морские обитатели все-таки смогли вернуться в родную стихию. Только полюбуйтесь, какие композиции можно создать из цветов. В Колумбии прошел яркий фестиваль. Мастера представили клумбы, инсталляции и полотна из цветов. Всего более 500 работ. Лучшие же жюри назвали композицию Марии Атеортуа под названием «Вы сами выбираете цвет своих дней». В картине женщина изобразила лотос, калибри и радугу, как символы насыщенной и полной красок жизни. Такой цветочный фестиваль проходит в Колумбии уже более 65 лет. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова